В турагентствах, наплыв клиентов, тюменцы начали планировать свой отдых на новогодние каникулы. Интересно, что к Турции, которая хоть и является самым дешевым заграничным направлением сейчас, наши земляки относятся с опаской и выбирают другие страны. Ну а некоторые и вовсе не стремятся покидать Россию. Так где и как тюменцы проведут зимние каникулы, расскажет Екатерина Кальченко. Привет, я сейчас на пляже Найхан. Наимене это самый лучший пляж на острове Кюкет. Денис дома бывает нечасто. В прошлом году три месяца провел в Таиланде, там прошли и новогодние праздники. Был отличный салют, синее море, ночное, несвещенное к этим салютам. Были, не запомнились китайские фонарики, нереальное количество китайских фонариков. Сейчас мы рассматриваем Крым, потому что это прям наша изюминка теперь стала. О новогодних каникулах задумались многие тюменцы. В агентство, в котором работает Инга, ежедневно звонят до семи человек. Зимние европейские курорты у горожан спросом не пользуются. Потому что все-таки евро и опять же нужно дополнительно шенген-визу оформлять. Это дополнительное время для наших туристов. А все-таки по России, если горнолыжка только, то только в Сочи ездят. Тюменцы, которые собираются за границу, в новогодние каникулы предпочтение отдают все-таки жарким странам. Особым спросом пользуется Таиланд. За 11 ночей на двоих придется отдать не меньше 122 тысяч рублей. Второе место отдают Вьетнаму. Стоимость путевки на двухнедельные новогодние каникулы обойдется на тысячу дороже. Третьей по популярности стала Доминикана. За все включено пара заплатит от 173 тысяч с вылетом из Москвы. Предлагают агенты и российские туры. К примеру, поездка в Санкт-Петербург с питанием, проживанием и экскурсией обойдется одному тюменцу в 12 540 рублей. Добираться придется за свой счет. Встретить Новый год на Красной Поляне в Сочи одному человеку можно почти за 40 тысяч рублей. А вот для тех, кому такие поездки не по карману, предлагают отдых поближе. Те, кто не может позволить себе выехать за границу или в те же Сочи, или в те же санатории, мест, например, не хватило, для тех, кто поздно посхватился, они ездят на экскурсии. Это выезды в Екатеринбург, в Тобольск, в Чемеево. В прошлом году в новогодние туры только в нашей области отправились 40 тысяч человек. Поэтому альтернативу жарким странам можно найти быстро. Екатерина Кальченко, Алексей Безделов. Тюменское время.